Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Добрый вечер в Украине. Прошло и трех лет, как нардепы вспомнили о своих предвыборных лозунгах и решили выполнить хотя бы один из них. Все обещали открытые партийные списки и сегодня новый избирательный кодекс приняли в первом чтении. Это значит, что документ не окончательный, его еще ждут поправки. По какой схеме будут избирать депутатов, по какому принципу делить округа и к чему готовиться нам, избирателям. Расскажет Екатерина Лысенко. До чего техника дошла. А при практически пустых депутатских креслах регистрация показывает, что большинство депутатов на месте. Зарегистрировалось 338 народных депутатов. Так начинают рабочий день избранники, у которых повестка дня заполнена принятием законов. Но без политических заявлений не обойтись. Блок Порошенко сразу же начинает отвечать всем недовольным пенсионной реформой. Подняте пенсии в этом месяце – это лишь первый шаг, и мы будем идти дальше. А самопомощь снимает навешанные ярлыки. Вчера нардеп-фронтовик Пашинский обвинил их в срыве заседания комитета по нацбезопасности, в результате чего пришлось перенести рассмотрение закона о реинтеграции Донбасса. Знаете, я багато уже наслухався, кто мы есть. По-друге, вчера не было 12 осіб. Из этих 12 осіб только 202 самопомощи. И все остальные практически из правящей клики БПП. Очень часто, шановные коллеги, как я часто так повторю, лави вора в натовпе, кричит первый вор, того, кого зловили за руку. Поэтому обговорение закона о реинтеграции должно быть надпубличным и прозорным, только потому, что там есть нюансы, которые надважны для развития и сохранения украинской суверенности. Беззастережно, что в преамбулі этого закона есть сгадка про Россию-агресора. Но в статьях этого закона нет доказаний этого. Мы скептично относимся к этому закону, потому что закон не про реинтеграцию Донбасса, а практично закон про відокремление Донбасса. Потому что в этом законе есть все, что угодно, а кроме того, каким образом повернуть территорию и людей, каким образом прекратить войну. Поэтому мы против этого закона. Он декларативный, он не нанесет ничего доброго для страны. Я после встречи с спецпредставником США, пану Волкеров, вважаю, что парламент должен сосредоточиться на том, чтобы, как не могу, швидше допомогти проведению резолюции, проведению миротворцев и припинению стрелянина. Но по факту поправки в закон о реинтеграции комитет будет рассматривать завтра. Когда документ появится в зале, пока неясно. А сегодня тема дня – избирательный кодекс. Давайте уже в результате выполним обещание, которую все политические силы, которые шли на выборы, давали украинскому народу относительно того, что будет измененный закон о выборах и будет выполнена мажоритарная складыва. В парламенте зарегистрировано два проекта о новом порядке выборов, которые так или иначе отменяют мажоритарку и предусматривают голосование по открытым спискам. Второй вариант, за который в итоге проголосовали, открывает эти списки, создавая региональные избирательные округи. На парламентских выборах мы предлагаем систему региональных открытых списков. Это когда Украина делится на 27 выборских регионов. Партия утверждает список, но место кандидата в этом списке визначает сам выборец. Вся Украина делится на 27 больших округов, плюс 28 – это международный закордонный округ. В каждом, соответственно, 10, то есть 16-17 мандатов. И выборец будет визначать, он будет первую галочку ставить за партію, и вторую, если божает, за кандидата. Виборец, который приходит на выборщую дельницу, он голосует за партію. И, кроме того, каждой партії будет складывать два списка, загальнодержавный и региональный. И, кроме того, что выборец голосует за партію, он также голосует за конкретную людину из конкретного региона, которая представлена этой партії. Это первая попытка делается в стране через кодекс, где загальнодержавший и выборец до Верховной Рады, и местных выборов, и выборец до Автономной Республики Крым, где все это введено в единый выборчий закон. Необходимое количество голосов 226 документ набрал. Правда, в первом чтении. До второго его нужно будет еще отшлифовать поправками, поскольку документ меняет правила игры не только для нардепов, но и меняет подход к местным выборам, выборам президента и вносит изменения в работу ЦИК. Войди собі, меньше, чем за рік до выборов, мы започатковываем новую модель и реализовывать ее нужно буквально начиная за несколько месяцев. Больше того, вводится понятие фактически профессиональных выборчих комиссий. И для того, чтобы стать членом комиссии, недостатньо висуванцев от партії. Вдумайтесь просто про это. В этом кодексе предлагается изменить логику выборов президента, что нет отношения ниже к выборчей системе выборов до Верховной Ради народных депутатов. Поэтому, я думаю, что найдоцільнейше будет створить рабочую группу, чтобы такая рабочая группа дала возможность народным депутатам при скороченном режиме все-таки опрацювати цей законопроект. Мы понимаем, что очень серьезный правок будет внесено нашими мажоритарщиками. Поэтому работа предпочивается очень серьезная и большая. Но будем стараться встегнуть. На подготовку документа ко второму чтению нардепов две недели. А пока у них уже не столь скандальная повестка дня. Вопросы кинематографа и противодействия торговли людьми. Бюджетная тема станет актуальной в четверг. Депутаты планируют изменить смету на этот год. А за бюджет 2018, если и возьмутся, то на следующей неделе. Екатерина Лысенко, Елена Зорина, Владимир Самченко, Геннадий Анькин. К подробности телеканал Интер. Учеба для политиков. Социалистическая партия Украины решила открыть высшую партийную школу. На съезде политсилы ее лидер Сергей Каплин заявил о том, что хочет создать левую партию нового образца. Для этого будут проводить специальные тренинги, семинары. Обучение в новой партшколе для всех социалистов в будущем станет обязательным. Это пример и сигнал о том, что социалистическая партия развивается. Мы будем готовить здесь депутатов местных рад, мы будем готовить здесь депутатов Верховной Ради, мы будем готовить здесь урядовцев, всех тех людей, которые будут строить здесь, в Украине, европейский демократичный социализм. Если ты не прошел высшую партийную школу, если ты не сдал испытания, если ты не был активный в учебнике, тебе не будет места в качестве кандидата в будущем, в депутаты, на министерскую, или другую важную государственную посаду. Детективы НАБУ обыскали дом министра инфраструктуры Владимира Амеляна. Чиновника заподозрили в незаконном обогащении. Ранее в НАБУ сообщили, что в отношении Амеляна ведется расследование. Детективы установили, что с декабря минувшего года глава Мининфраструктуры и его семья проживают в доме, принадлежащем двоюродной племяннице его жены. Стоимость этого здания оценивают в 7 миллионов гривен. Недвижимость в декларации чиновника не указана. Там говорится, что министр живет в квартире супруги. Аукцион невиданной щедрости в Одессе. Власти города по дешевке распродают коммунальную недвижимость и одновременно покупают квадратные метры по завышенным ценам. Сомнительные сделки местные депутаты рассмотрят завтра. А сегодня наши журналисты попытались разобраться в этой бухгалтерии. Коммунальную собственность одесские власти продают регулярно, причем зачастую по одной и той же простой схеме. Сначала квадратные метры сдают в аренду определенному человеку или предприятию. И уже буквально через месяц-два арендатор на первоочередных правах приватизирует помещение. Так произошло и здесь. Центр Одессы, переулок Маланово. 250 квадратных метров в этом здании. Чиновники собираются продать некоему гражданину по интересной цене. 250 долларов за квадратный метр. Журналисты изучили планируемую сделку. Согласно их выводам, цена занижена в несколько раз. Средняя цена жилой недвижимости в этом районе, она где-то около 800-900 долларов за квадратный метр. Коммерческая недвижимость, в зависимости от этажности, может стоить еще выше. Этот вопрос будут завтра рассматривать на сессии горсовета. Интересно, что депутатам предложат проголосовать за еще одну сделку. Но уже наоборот. Купить жилье для нужд города. Всего 15 квартир. И снова по интересной цене. 900 долларов за квадратный метр. Вот в этом новострое. Это уже не центр Одессы, а ее окраина. Поселок Котовского. Представляясь обычными покупателями, звоним в отдел продаж. Нам сразу предлагают цену на треть меньше. Это 600 долларов за квадратный метр. Это третий, четвертый этаж. Есть металлопластиковые окна, бронированные двери металлические. И батареи. Получается разница в 300 долларов за квадратный метр. В Одесской мэрии поясняют. Во-первых, предложений на рынке очень мало. И так с большим трудом нашли этот новострой. Во-вторых, в эту сумму включены все налоги и дополнительные платежи при оформлении. И в-третьих, квартиры уже частично отремонтированы. Стоимость квартиры, она, ну, соглашусь, не низкая. Но она включает в себя и приборы учета, и плита, полы, ну, даже светильники, розетки. Ну, все. То есть человек заходит и живет уже в этой квартире. Журналисты заметили еще один нюанс. Жилплощадь покупают у одной и той же фирмы, которую связывают с партией действующего мэра города. Это компания, которая, конечным бенефициаром которой является депутат Одесского городского совета от доверия делам. Стоимость серьезно завышена. Наверное, это, конечно, предмет уже изучения других органов, скажем так. Но у нас есть много вопросов. При этом, отмечают журналисты, практически всегда к подобного рода сделкам привлекаются одни и те же фирмы. Но интерес к этому проявляют разве что СМИ. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Индер. Одесса. Добровольные узники. Полсотни горняков урановой шахты возле Кропивницкого отказались подниматься на поверхность. Шахтеры уже почти сутки находятся под землей. Руководству пришлось спуститься к ним на переговоры. Удалось ли им услышать друг друга, выясняла Елена Брынза. Это проходная шахты Ингульская, что под Кропивницким. Сегодня утром с полсотни шахтеров после смены не поднялись на поверхность. Они объявили забастовку. Требуют увеличения зарплаты. Мы хотели решить это все мирным путем. Но мирным путем не вышло. С весны горняки просят руководство повысить им зарплаты. В ответ одни обещания. Поэтому и решились на блокаду. На сегодняшний день нам не выплачивают премию. Наши требования нам не делают никаких повышений. Наши требования, чтобы нам подняли заработную плату на 50% с октября месяца. И на март месяц еще на 50%. Чтобы у нас в общем составило 100%. Игорь Панин на этой шахте работает подрывником уже 17 лет. Рассказывает в среднем. Горняки здесь получают по 5-6 тысяч гривен. При нынешних ценах на эти деньги не прожить. Еще когда зарплаты наши шахтерские были немного выше городских, мы как-то с этим мирились. Но сейчас уже в городе получают больше зарплаты, чем шахтеры-уранщики. Уже дальше терпеть нам некуда. Разговаривали с руководством комбината. Оно нам никаких гарантий повышения не дает. Говорит, нагните спины, идите дальше работайте. Поддержать бастующих шахтеров пришли их родственники. Они уверяют, про забастовку узнали только когда родные не вернулись со смены. У меня муж в том месяце получил 2 тысячи, потому что не было плана. Он говорит, я расчетку получила. Я говорю, где она? Я ее посмотрела. Я говорю, ну не расстраивайся, я говорю, как-то проживем. Он говорит, я не печенье перебираю в шахте, я работаю. Урановая шахта Ингульская самая крупная в Украине. Она входит в структуру государственного предприятия Восточный горно-обогатительный комбинат. Руководство шахты уже встретилось с забастовщиками. Но результаты переговоров пока неизвестны. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности. Телеканал Интер. Крапивницкий. Рост в промышленности и в экономике в целом это главная задача правительства на сегодняшний день. Об этом Владимир Гройсман заявил во время встречи с лидерами профсоюзов. Премьер рассказал о программах развития промышленности, повышения соцстандартов, а также о приватизации госпредприятий. Говорит, она должна быть прозрачной, по его мнению, чтобы исправить ситуацию, когда заводы декларируют убытки, в то время как причастные к ним обогащаются. Экономика, экономика и еще раз экономика. Нам нужно достигнуть с вами реального возрастания 5-7% в последующих летах. Нужно дать возможность доступа, вольного доступа до государственных компаний, не стратегического характера. Хай заходит туда инвестиции, створит новые рабочие места, конференциальный продукт и працюет. Найден автомат, из которого расстреляли автомобиль Амина Акуева. Оружие следователи обнаружили в поле еще на прошлой неделе и на нем осталась ДНК убийцы. Об этом заявил член коллегии МВД Антон Геращенко. Правда, оказалось, что экспертиз еще не было. Да и тот ли это автомат тоже до конца непонятно. Подробности в материале. Силовики почти вышли на убийц добровольца АТО Амины Акуевой. Уже найдено оружие с ДНК преступника. Такое сенсационное заявление сделал Антон Геращенко. Но добавил, автомат сейчас находится на экспертизе. Результатов еще нет. К тому же советник министра МВД не исключил, что это оружие вообще не использовали при покушении. Напомню, вечером 30 октября на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль Амины Акуевой. Она погибла. Ее муж Адам Осмаев получил ранение в ногу. Это уже второе покушение на них в этом году. Впрочем, в расследованиях преступлений нардеп Антон Геращенко самый удачливый. Он всегда знает, кто стоит за резонансными происшествиями. А покушения на него самого раскрываются в первую очередь. К примеру, киллеров, которые якобы готовили убийство нардепа по заказу российских спецслужб, силовики обезвредили еще на стадии подготовки преступления. Такую же оперативность правоохранители продемонстрировали и на прошлой неделе. В считанные часы задержали злоумышленника, который хотел поджечь автомобиль жены Геращенко. Хотя преступник ошибся, так как у супруги парламентария нет машины. От огня пострадало авто соседки нардепа. Преступника задержали. Он маскировался под полицейского и якобы готовил еще ряд преступлений. Пограничник Сергей Калмогоров намерен продолжить военную службу и добиться справедливого решения суда. Об этом он сам заявил на брифинге. Напомню, вчера высший спецсуд выпустил Калмогорова из-под стражи и обязал суд первой инстанции пересмотреть это дело. Пограничника обвиняют, я напомню, в вымышленном убийстве. В 2014 году он вместе с сослуживцами обстрелял автомобиль на блокпосту возле Мариуполя. Погибла женщина. Военные утверждают, что дали водителю команду остановиться, но тот в ответ нажал педаль газа. Калмогоров также утверждает, что открыл огонь законно. Процентов 90. Фальсификация и тому подобное. Приказ у меня был остановить машину, остановить или задержать и досмотреть. А приказ стрелять или не стрелять в госдержприкордонслужбе каждый пограничник для себя устанавливает сам, когда он находится в наряде. Согласно 200 приказу. В зоне АТО обстрелы по всем направлениям. Боевики ударили по украинским позициям. В Крымском, Трехизбинке, Невельском. С начала суток шесть провокаций. Трижды украинские армейцы открывали огонь в ответ. Все подробности с передовой в материале Ирины Баглай. Руины Донецкого аэропорта. Новый терминал едва просматривается с позиции военных в тумане. За ним уже укрепление боевиков. Подземные ходы и более уцелевшие здания. Там боевики прячут тяжелую технику и орудие. По объявлению школьного перемирия у них начала работать тяжелая землеройная техника. За зданиями аэропорта, полуразрушенными, прячут технику. Там нарыты у них подвалы, где они загоняют и на ночь. И то же самое с Донецка, пригоняют бронетанковую технику. Сами орудия не видны, но сутки назад на этом рубеже наемникам не удалось скрыть от военных, откуда выпускали ракеты Града. Хотя позиции наших наблюдателей боевики регулярно простреливают. Оттуда постоянно снайпер, стрелкотня. Постоянно оттуда они нам жития с*** не дают. Независимо от плотности обстрелов и калибра оружия, наблюдатель всегда остается на посту. Должен определить, откуда выход идет. Все наши позиции чуть ниже. И мы их предупреждаем, чтобы в какую сторону смотреть, куда стрелять. В ночное время, кажется, мы глаза и... Чья смена, тому не повезло. Прячутся все, кроме наблюдателя. Первый взрыв, говорю, здесь был взрыв фейтровой. Сразу начала артиллерия работать с района ДАПа. Вот. И послышались выхлопы, выходы оттуда уже, с жилых массивов. О том, что противник готовится вести артобстрел, военные поняли, как только услышали непривычный гул. Ну, шум. Так, иначе, как самолет-то взлетает, так самое, реактивное такое. Секунд пять-шесть. Да, где-то так. Артобстрел боевики вели прицельно. Боец с позывным «Гулливер» видел, как каждый следующий выход корректировали с цементного завода в поселке Спартак. Залп идет, и мы наблюдаем два человека, которые корректируют огонь. Залп прошел, они пока перезаряжаются, люди прячутся. Около завода есть три кучи щебня и песка, там вагонов, наверное, по 20. Так как 20 вагонов их пробить нельзя. Отработав сторону позиции украинской пехоты, боевики не прекратили обстрел, а просто развернули орудия. Часть градов они развернули на свою сторону. Да. Вот, и туда. Разведка доложила, что одна машина установки выехала и отработала по Донецку, ихние. Ирина Баглай, Сергей Дубинин, Евгений Малярчук из Донецкой области. Подробности, телеканал «Интер». Призыв под конвоем. На молодых людей, уклоняющихся от военной службы, объявлена настоящая охота. Рейды устраивают во Львове, Киеве, Харькове. Свидетелями одного из них стали наши журналисты буквально сегодня. По чьей команде отлавливают призывников? Пыталась выяснить Юлия Жешко. Ночь на 4 ноября. Военные и полиция перекрыли один из львовских переулков. У мужчин призывного возраста проверяют документы, люди в масках и бронежилетах. Сегодня главный военком области уверяет, никакая это не облава. Эти заходы проводились четырьмя женщинами-військовослужбовцами, которые работали на компьютере с программой призов, и представниками военкомиссара, и трьмя представниками нацполиции с женщинами. Но если это облава считается, то такими силами мы можем выиграть войну на сходе нашей страны. Впрочем, на призывников таким образом охотятся не только во Львове. Недели ранее масштабный рейд провели в столичном клубе Югентхаб. Тогда полиция задержала и доставила в военкомат 30 человек. Похожий случай произошел на днях и в Харькове. Охотники на призывников не ленятся дежурить возле баров, ночных заведений и центрах крупных городов. Опознают уклонистов методом тыка. Устраивают квартирные рейды. Свидетелями одного из них во Львове стала наша съемочная группа. Списки на сегодня шесть квартир. Для жильцов это привычное дело. Я не буду повестку брать. По закону сейчас старший брат не вижу, он не имеет права идти. Мы не имеем права зайти в помешканье. А полиция, вы имеете права? Приватная властность, мы не имеем права. Случаются и конфузы. К примеру, в этой квартире якобы живет новобранец. Повестки ему носят уже около двух лет. Так, батько. Вы знаете, что у него призывный век? Он сегодняшний день прилегает призову. Я не служил для него, вы знаете? Когда? Как когда? В 16-м уже? В 13-м он призывался. В 16-м он же боевался. А как так, что вы этого не знаете? Чтобы прояснить необычное поведение представителей военкоматов, мы отправились на брифинг в Министерство обороны. Надеялись получить ответ на вопрос. Команды о проведении рейдов отдают из столицы или это самодеятельность регионов? И вот что услышали. Наступное, пожалуйста. Я еще раз скажу. У нас сегодня тема брифинга – организация подготовки вийск. Пересчитать пенсии военным пенсионерам требует нардеп Николай Скорик. Соответствующим письмом он обратился к президенту и надеется, что реакция гаранта не заставит себя долго ждать. О проблеме ему сообщили ветераны ВСУ из Одессы. Еще весной в правительстве обещали подготовить для этого отдельный закон. Речь идет, напомню, о двух миллионах военных пенсионеров. Пересчитывают пенсии, исходя из минимальной заработной платы. Там совсем другой механизм, совсем другие формулы, совсем другие цифры. Государство либо должно четко своим гражданам сказать, которые отдавали за него здоровье, служили на границе, служили в органах внутренних дел о том, что оно не хочет это выполнять, либо оно должно это четко объявить, либо оно должно четко выполнять действующие законные права наших граждан. В столице вандалы повредили мемориал вечной славы. Злоумышленники вылили 8 ведер цемента на вечный огонь. Уже через несколько часов после этого инцидента коммунальщики привели памятник в порядок. Открыто уголовное производство. С места происшествия изъяли вещдоки. Это три пары строительных перчаток и ведра. Акт вандализма уже осудила парламентская оппозиция. Считаем, что это все недоработки правоохранительных органов. Почему, собственно, мы и зарегистрировали постановление в парламенте о том, чтобы вызвать руководителей правоохранительных органов страны, и чтобы они отчитались, как они будут наводить порядок в стране. Акты вандализма, подобно тому, что случилось с памятником вечного огня, это самое яркое проявление неуважения к законам, неуважения к памяти погибших людей. И они заслуживают осуждения всего общества. А виновные в этих нарушениях должны быть привлечены к уголовной ответственности согласно закону. Почти 20 автомобилей сгорели этой ночью в Одессе. Первое сообщение в полицию поступило из-за Видеопольского района. Три машины превратились в груду металлолома, шесть повреждены. Через полтора часа авто пылали уже в центре Одессы на парковке возле жилого дома. Микроавтобус и иномарка уничтожены полностью. Две машины рядом сгорели частично. Еще через несколько минут пожар в Малиновском районе. Повреждены пять автомобилей. На капоте одного из них нашли остатки пластиковой бутылки, проволоку и батарейки. Автовладельцы убеждены в том, что это был поджог. В Черниковской области ограбили иностранных бизнесменов. Трое неизвестных в масках проникли в помещение фирмы. Угрожая пистолетом, избили гражданина Южной Кореи и его товарища Серба. После этого забрали ключи от автомобиля и угнали его. В машине были документы, банковские карточки, 4000 долларов наличными и ключи от квартиры. У корейца есть вид на жительство. В Украине он руководит предприятием по обработке древесины. В деле о ДТП в Харькове появился второй подозреваемый. Геннадию Дронову, водителю Фольксвагена, который на перекрестке столкнулся с Лексусом, вменяют ту же статью, что и Елене Зайцевой. Следователи настаивают, Дронов, как и Зайцева, должен отправиться в СИЗО. Светлана Шакера продолжит. Водитель Фольксвагена Геннадий Дронов сегодня впервые вышел к журналистам. Неуверенной походкой с фиксирующим воротником на шее после травмы, которую получил 18 октября. Травмы головы и шеи, трудности бывают иногда, с речью даже трудности бывают иногда, но провалы бывают. А так, в принципе, передвигаюсь уже намного лучше. Со вчерашнего дня Геннадий Дронов не свидетель, а подозреваемый. Ему вменяют ту же статью, что и водителю Лексуса Елене Зайцевой. Нарушение правил дорожного движения, приведшее к смерти нескольких человек. Дескать, ехал на желтый свет светофора. Это есть уже у всех у вас видео. Видно, что я до перекрестка, когда загорелся зеленый свет, до пересечения Сумской, еще был за полтора минимум метра от перекрестка. Я не мог ее видеть, потому как это произошло примерно на четвертой секунде ДТП. Я вообще не ожидал, что кто-то может на такой скорости нестись на запрещенный сигнал светофора. Адвокат Дронова говорит, экспертиза, на которую ссылается следствие, необъективно. Вона проведена на основе показаний одного свидетеля. Хотя свидетелей, насколько всем известны мне, очень много. В полиции же настаивают, в этой трагедии вина Дронова и Зайцевой обоюдная. Было достаточно свидетельств, больше 30 людей свидетельств. На сегодняшний день, когда была завершена комплексная автотехническая экспертиза, следователям было уже достаточно подставок, чтобы оголосить Дронову подозреву. В стационаре до сих пор четверо пострадавших. Киевлянка Оксана Нестеренко идет на поправку. Нога в гипсе после сложной операции. В полиции обещают до конца месяца завершить расследование и передать дело в суд. Главное, чтобы после появления второго подозреваемого Зайцева не смогла уйти от ответственности. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков. Свобода от растаможки в отдельно взятой области. Губернатор Закарпатья Геннадий Маскаль разрешил жителям региона ездить на машинах с иностранными номерами абсолютно легально и без выплат в бюджет. Как ему это удалось, разбиралась Галина Якошко. Жителям Закарпатья повезло. Губернатор Геннадий Маскаль уравнял в правах иностранцев и так называемых пересечников. Это водители, которые вынуждены пересекать границу каждые пять дней. Объясняет, руководствовался Международной Стамбульской конвенцией. Ну, это не законодательство, а просто закон прокатывания. Я переклався на Конституцию, переклався на то, что тот же пленум Верховного Суда каже, если есть закон Украины и есть международный правовый документ, который соперечит закону Украины, но он ратификованный Верховной Радой Украины как Стамбульская конвенция, то он имеет наивысшую силу. Это значит, что владельцы машин с иностранной регистрацией могут свободно ездить по области, не растамаживая транспортные средства целый год. Распоряжение вступило в силу еще в пятницу. Юристы говорят, это может привести к появлению новых схем перегона автомобилей за границей. Я думаю, что народные умельцы, которые захочут на этом сложить, они будут ехать в Закарпатскую область, отримать так называемую прописку. Митницы будут ссылаться протоколы про порушение митных правил, и, конечно, граждане будут скажут, что это все в судах. И у нас будут суды завантажены еще большее количество справ о порушении митных правил. Местные активисты уверяют, создавать новые схемы вовсе не обязательно, ведь и существующие работают как швейцарские часы. Впрочем, распоряжение Геннадия Москаля носит сугубо рекомендательный характер, так что выполнять его таможенники не собираются. Такое заявление появилось на сайте государственной фискальной службы. А значит, паковать чемоданы и переезжать в Закарпатскую область владельцам нерастаможенных машин пока не стоит. Галина Якушко, Юрий Голубенко, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер Ужгород. Ездить на иностранных номерах без проблем предлагали и харьковские дельцы. 72-летний пенсионер за 1000 долларов ставил желающих на консульский учет в Польше. Штампы в паспорте позволяли им ввозить машины в Украину без растаможки и регистрации, ездить не пересекая границу целый год. Впрочем, после задержания мужчины выяснилось, что печати он ставил фальшивые. И теперь ему грозит 8 лет тюрьмы за мошенничество и подделку. Венгрия своими угрозами препятствовать евроатлантической интеграции Украины ограничивает права национальных меньшинств. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской интеграции Ивана Климпуш-Ценцадзе после встречи с послами стран-членов Совета ЕС. Украинская сторона заявила о готовности вести диалог и о неприятии ультиматумов со стороны Будапешта. В то же время Климпуш-Ценцадзе сообщила, что принятый закон об образовании рамочный, и его будут дорабатывать согласно требованиям Венецианской комиссии. Терпение Варшавы на исходе. Польша долгое время безоговорочно поддерживала Украину в интересах собственной безопасности. Об этом заявил в эфире одной из польских радиостанций глава польского МИДа Витольд Ващиковский. Но теперь Варшава считает, что Киев к этому относится слишком беззаботно и забывает о двухсторонних проблемах, в частности исторических и образовательных. Кроме этого, президент Польши Анджей Дуда призвал официальный Киев не назначать на высокие должности людей с антипольскими взглядами. Впрочем, конкретных фамилий не назвал. Напомню, в середине декабря запланирован визит польского президента в Украину. Поддержать Пучдемона и заставить Евросоюз реагировать. В Брюссель приехали 200 каталонских мэров. Устроили пикет в Евроквартале, но ни о каких встречах в евроинституциях так и не договорились. О каталонском кризисе в столице Евросоюза расскажет Елена Абрамович. Ранним утром чартерным рейсом из Барселоны в Брюссель отправилась делегация из 200 каталонских мэров. Молчание евроинституции в ответ на преследование политиков, которые организовали референдум о независимости Каталонии, недотпустимо, считают они. Главная цель попросить Европу вмешаться и осознать, что происходит в Каталонии. Во-вторых, взывать, настаивать и требовать немедленного освобождения каталонских политических заключенных. Мы хотим объяснить, что живем в государстве, где нет демократической зрелости. И, к сожалению, у нас снова появились политические заключенные. В Брюсселе делегация организовала демонстрацию в Евроквартале. Тем временем в стенах Европарламента работала другая группа каталонцев, противников независимости. Это представители бизнес-ассоциаций. По их словам, отделение Каталонии приведет к экономической катастрофе в Испании. Только за последнюю неделю 330 компаний переместили свои главные офисы из Каталонии. Всего же с момента референдума регион покинули уже более двух тысяч фирм. Политическая нестабильность означает экономическую нестабильность. Впоследствии уже ощущаются. Уменьшилась заполняемость отелей и ресторанов. В октябре резко выросла безработица. Впрочем, добиться какой-либо реакции от ЕС в ближайшее время каталонцам вряд ли удастся. А бельгийские власти увязли в спорах из-за испанского кризиса. Политики по очереди осуждают то действия каталонского лидера, то реакцию испанских властей. В фламандском парламенте решили провести по этому поводу дебаты. Подливает масло в огонь и тот факт, что именно Бельгия будет решать, выдавать ли Карлеса Пучдемона Мадриду. Слушание по этому вопросу суд запланировал на 17 ноября. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. 60 миллиардов евро каждый год проходят мимо казны Евросоюза из-за офшоров. Газета «Зюдойчи Цайтунг» опубликовала расчеты французского экономиста Габриэля Цукмана. В соответствии с ними, примерно пятая часть всех налоговых отчислений из компаний ЕС теряется из-за того, что международные концерны регистрируют фирмы в офшорах. По оценкам экономиста, больше всех недополучает Германия 17 миллиардов евро. Франция могла бы каждый год собирать с компаний на 25% больше налогов, а Великобритания на 20%. Две стороны одного визита. Дональд Трамп сейчас в Южной Корее. Это первый государственный визит президента США в эту страну за последние четверть века. О чем договариваются? О мире или о войне? Дмитрий Анопченко следит за этой поездкой. Нет войне, нет новой войне, скандируют люди, выстроившиеся с плакатами у дорог по пути следования кортежа президента Трампа. Если американский лидер пойдет на военное решение, первый удар КНДР примет на себя именно Южная Корея. И такой перспективой многие напуганы. Но из кортежа немногочисленные протесты не видны. Власти страны делают все, чтобы Трамп остался доволен визитом. Лидер Южной Кореи выступление перед прессой уже в который раз начинает словами поздравления с годовщиной у власти. Завтра действительно ровно год, как штаты пережили президентские выборы. Баллотируясь, Дональд Трамп не раз называл Северную Корею в числе своих приоритетов. Но тогда наверняка даже он не до конца понимал, насколько серьезной и взрывоопасной будет проблема, которую Соединенные Штаты сейчас пытаются решить. Решение будет, решение не может не быть, сказал Трамп на встрече с расквартированными в Корее американскими военными. Вот только какой вариант выберут в Вашингтоне? Оказалось, если у себя дома Трамп больше грозит Ким Чен Ину войной, то находясь в каких-то 100 километрах от границы с КНДР, все же заявляет о дипломатическом варианте. Думаю, мы добились большого прогресса, показывая силу. Для КНДР имеет смысл сесть за стул переговоров и заключить соглашение, которое устроило бы жителей Северной Кореи и всего мира. Трамп призвал все страны мира прекратить торговлю и бизнес с КНДР, а еще договорился с Сеулом о поставках американского оружия. Договоренности сейчас и о покупке атомных подводных лодок и средств электронной разведки. Сумма контракта не разглашается, но уже понятно, речь идет о миллионах. Учитывая военную угрозу Пхеньяна, очень многие страны сейчас серьезно задумались о покупке новейших вооружений в Соединенных Штатах. Впрочем, пока на кону оружейные миллиарды, корейский узел вряд ли будет развязан. Ведь, несмотря на всю опасность, слишком уж многих устраивает то, что сейчас происходит. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Техасский стрелок перед тем, как убить людей в церкви, разругался со своей тещей. Американская полиция выяснила, накануне мужчина угрожал матери супруги. Она посещала эту церковь, но в день трагедии не пошла на службу. Дом стрелка обыскали, не нашли ничего подозрительного. В полиции уверяют, что нападение точно не связано с расовой, либо религиозной дискриминацией. Напомню, в Техасе во время воскресной службы 5 ноября мужчина ворвался в церковь и расстрелял 26 человек. Среди погибших много детей. 10 возможных террористов задержали во Франции и Швеции в ходе антитеррористических рейдов по ударным полицией. Все они готовили нападение в Ницце. Мужчинам от 16 до 65 лет. Подготовку к теракту они обсуждали в сети Телеграм. За задержанными следили службы безопасности, поскольку знали об их радикальных взглядах. 9 человек арестовали в окрестностях Парижа и Провансе и еще одного в Швеции. Кевин Спейси готов избавиться от сексуальной зависимости. Актер обратился в клинику, где с таким же диагнозом лечится сейчас скандально известный продюсер Харви Вайнштейн. Курс рассчитан на полтора месяца. Стоимость его почти 55 тысяч долларов. Обвинения в сексуальных домогательствах посыпались на Спейси неделю назад. Тогда же он сделал камин-аут и признался в своей нетрадиционной ориентации. Скандал этот стоил актеру работы в сериале «Карточный домик». А фильм «Все деньги мира» с его участием сняли с показа на фестивале в Калифорнии. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова